...чуть-чуть, чтобы закончить некоторые стрелы, некоторые загулы, скажем так, отсутствие байбеков... Вот эти вот шпионы веговские пришли, тут, значит, на драгонайтах катки сливать знаем, мы таких знаем... Это всё потому, что я его похворила, вот... Нет, это всё потому, что он шпион, подожди, он... Это всё и самилы, я предлагаю всё валить на баб в доте, это на самом деле всегда... Вообще, можно не только в доте, можно, в принципе, всё валить на баб, как-то такое... Что?! Хорошая практика, между прочим, так и все жить... Ну вот, и вредные советы от Адеквата... Почему вредные? А может, я сексист? Я передам это твоей жене... Ну что же, и давайте поговорим про пики Ивана, дорогие зрители... Опять же, Элемент с Pro Gaming ничего, скажем так, нового не изобретает... Они берут Мирану, которую они берут всегда, как я уже говорила... Есть игрок в этой команде, это Мич, который отыгрывает на ней очень круто... И, в принципе, в прошлой игре его отличные стрелы... Бэйбэ на Драгонайте в миде, а последняя стрела решила исход этой игры, когда забрали Драгонайта в миде от стрелы без Бэйбэка. Ну и, соответственно, сейчас следующим пиком берут они Сибириона, а Team Empire забирают Шадоу Демона, Кунку и Сон Кинга. Ну что ж, Шадоу Демон, да, несмотря на то, что все-таки на 2 секунды подняли ему кулдаун на Дисрапшене, все равно остается в миде, все равно это тот герой, которого в первой карте забанили в первой стадии, и тот герой, которого в первой стадии в второй карте взяли. Взяли, соответственно, Team Empire. Комбинировать уже действительно есть чем, Шадоу Демон хорошо смотрится в копе как и с Сен Кингом, так и с Кункой, так что побегают, поубивают, в общем-то, расклад понятен. Ну, с другой стороны, элемент про гейминг тоже от своих стратегий не отходит далеко, все та же Мирана, тот же какой-нибудь Дизейбл, хороший Бёрст от Леона, в том числе, зайдет хорошо. Ну и самое главное, конечно, нужно сейчас посмотреть на кор-героев, кто же это будет. Вообще про Стэн Дин и Эмпайр, про ТТР мне написали, что это просто Стэн Дин, в плане того, что он играет в пабликах, имеет около 7. Какой-то задрот, да, с паблика. Просто задрот, никому неизвестный. Но, честно говоря, я, допустим, к такому отношусь очень хорошо, потому что именно нужно искать новых игроков, и иногда, как вы знаете, настоящих звезд, например, нынешние доты, как раз в пабликах, ну и находили. Тот же Бостдок, всем известный, он попал в продот с паблика, благодаря Дензи. Например, из последнего, я сразу Лила почему-то вспоминаю, которого нашел Габлак. Постоянно какие-то игроки именно откуда же их еще брать. Поэтому, если у вас есть мечта, играйте очень много в пабликах, и если у вас будет хорошо играть, то вас обязательно заметят. Или же, если вы хотите все-таки в реальной жизни преуспеть, то обязательно заходите на сайт Академии РФ, там есть курс в подготовку к ЕГЭ, со скидкой сейчас очень довольно большой, поэтому готовьтесь, учитесь, поступайте в институт, хорошую работу устраивайтесь, получайте бабки. Вот такой расстав. Итак, морфинг у нас по пикам четвертым. Как в тему проикравила, уже сейчас, просто молодец, растал. Это уровень, что я, первый год, что ли, спонсоров озвучиваю в трансляции, так что это нормально. А Husqvar, у нас с атиком четвертым заходит этот элемент с Pro Gaming, давненько не видели вы этого героя, ну как давненько, я, с учетом того, что недели две или три уже не комментировал доту, я вообще не видел все эти три недели, вот, и сейчас он появился, я ему безоговорочного рад. Ну, вообще, к Husqvar я отношусь положительно, к герою, на которого в любом случае много потребуется всего, чтобы его убить, однако, если его изначально загнобить, то потом он уже ничего сделать не сможет. И это вот, я думаю, что сейчас Empire было бы неплохо учитывать. Однако Empire берут такого отличного героя, который сейчас в пабликах просто появляется очень часто, ну, в принципе, антимагии, морфы и сларки, наверное, на данный момент самые эпикабельные керри. И вот берут они именно морфинга, вот мне интересно, опять же, кто на нем будет играть. Вообще, мне кажется, просто ТТР тестят именно на позицию керри, поэтому попросили ФНа поиграть в миде, чтобы посмотреть, как ТТР отыграет именно на своей позиции. Ну, понятно, да, то есть мы знаем, что ФН когда-то играл на центральном коридоре, поэтому для него эта позиция не нова, так что, я думаю, хорошо будет исполнять. Ну, Oracle, безусловно, заходит пиком пятым, нужна была поддержка под Хускара, подумали, Тимомпар, что возьмут Даззла, и действительно Даззл мог появиться. Ну, так как забойнили Даззла, решили взять другого персонажа подобного плана этого Oracle. Ну, и пятый пик это Брудмазер, это Гостик на Бруде, один из любимейших героев Гостика. Исполняет он этого персонажа просто великолепно, сам имел честь наблюдать, видеть, комментировать, поэтому знаю. Так что имперцы набрали своих персонажей. Посмотрим. Ну, и обратим внимание на то, что Сан Кинг у нас будет в этот раз уже от ФНа. И да, как я и говорила, ТТР будет играть на керри, ну, соответственно, именно вот этого игрока. Возможно, мы в скором времени, если команду и организацию все устроят, мы увидим в основном пластере ТТР. А, ТТР? А Андершока куда мы денем? Ну, смотри, ТТР, получается, будет играть на позиции керри, а если Андершок, он мид. Ну, вообще, почему Андершок не играет сейчас тогда? Вопрос, где Андершок, куда он делся, и почему он сегодня не катает доту за империю? Тоже хороший вопрос. Ну, он же был стендингом. Да, может, не пошло. Может быть, не протестировался. Возможно, возможно. Последний матч, если я не ошибаюсь, Empire играли как раз-таки, это были квалификации на ВЦА, они довольно далеко прошли, но недостаточно далеко, чтобы эту самую путевку выиграть. Проиграли, по-моему, как раз-таки в Веге, там, с счетом 0-2 в лузерах, и вылетели из Квалы. Там, я напомню, что Андершок все еще играл. Может быть, после этой квалификации Андершока у нас дропнули. Ну, информации, опять же, нет. Официальное уведомление быть не может. Почему? Потому что он только пробовался, поэтому будет ли он играть, не будет. Никто об этом писать не будет, соответственно. Будем только смотреть за текущими составами в новых матчах и уже смотреть за изменениями в ростере. В общем-то, напомню, дорогие друзья, что завтра, последний день, когда можно будет выйти из команды официального Valve, после завтрашнего дня, соответственно, уже выйти будет нельзя, вы уже останетесь закреплены за каком-то составом, и вплоть до 16-го, 18-го числа вроде как можно будет вступить в другой коллектив, те, кто уже успели выйти. Так что финализируется у нас решаффл, пост-Т6-интернешнлский. Это масляное масло получилось. Пост-интернешнлский. Вот, решаффл скоро завершится, и мы уже скоро будем с вами знать, кто где в каких составах играет. Ну, а пока у нас стоит пауза, у нас есть время представить игроков и кто будет играть на ком в этой карте. И Эмпайр, который отыграет у нас за Радиент, Кинг-Р отыграет на саппорте Шадоу, Демни, ТТР, замена Мортлинг, ФН будет отыгрывать на Санкингем, Брудмазер от Гостика и Мипошка на саппорте Кунки. Ну, и элемент про Тим, раньше это элемент Сван были, потом было вообще два состава у этой организации, один с участием наших СНГшных игроков был расформирован, и сейчас вот стали именно единственным коллективом элементов про Тим. Состав следующий. Это Лебром на Оракли, Гоги сыграет на Джиггернауте второй матч подряд, Милан исполнит на Леоне, Митч вторую карту подряд на Миране и Свифт Эндик сыграет на Хускаре. Итак, под смоками прибегают у нас элементы, сейчас может пытаются где-то организовать ферсблат, есть чем инициировать и с кому носить урон, отличное комбо может сработать в виде Хекса и Стрелы, вот, если удастся подцепить. Но пока Эмперс держится крайне аккуратно, стоит на хорошей позиции ФН. Правда, пока вот смок он не увидел, он рейнджа немножко не хватает, и пробегает, пробегает куда-то чужие владения, и здесь Кингер может подставиться, Кингер получит, скорее всего, форту Сэнд, подзамедлиленность, Стрела залетает не точно, а ей промазали, Кингер в итоге дает дисрапшин, неужели он спасется? Да, он, скорее всего, просто спасается, но Митч, слушай, может, вот все зависит от первой стрелы Митча, в прошлой игре стрела попала, они выиграли игру, сейчас он промазал, и, возможно, они проиграют, и у нас будет третья карта. По-моему, следить за этой тенденцией, между прочим. Слишком далеко я побежала, ну и лайны у нас следующие, на данный момент гостик на Брунмазера, разумеется, пошел в сложную, расставляет он уже там свои сети, в миде стопит кунка, мипошка скрипов для Сэнкинга, значит, в миде у нас будет стоять ФН, ну и, конечно, Морфинг будет фармить легкое, будет помогать ему в этом шадоу-демон. В Патма, опять же, который отыграет у нас Митч, будет стоять в сложной, у него уже прокачана стрела, и, возможно, попробует он сразу дать ее в миде. Ну, ровно так же, как он играл в предыдущей карте, тоже сразу на оффлейн не шел, побегал, стрелы покидал, там какие-то киллы удалось сделать, какие-то ассисты, крипов пофармил тоже с помощью своей стрелы, и потом уже только на оффлейн, а в четвертом уровне, по-моему, он первый раз пришел. Так что пока будет ромать, пока будет бегать. Видим, что занимается этим спауном. Не прав. Ну, между прочим, аккуратно, вот так вот с большой дистанции крипов пробивает, стрелы подает, что-то фарм какой-никакой найдет. Видите, есть большие проблемы у Сент-Кинга сейчас. Почему? Потому что, во-первых, это милишник, хоть, конечно, и герой, который там имеет нюки, имеет пассивку, все здорово, но стоять против Форуклы и Хускара, ну, даже не знаю, кто комфортно может. Ну, нет, наверное, такого дуати персонажа, который один против этих двух героев будет комфортно себя чувствовать. Поэтому, конечно, Мипошка здесь пытается помочь, но все еще против двух ранжевиков, опасных довольно-таки, будет очень тяжело стоять. Вард мы видим, поставили, все передвижения ФНа наблюдаются, если будет подбегать Кунг, его тоже будет прекрасно видно, поэтому, в целом, у элементцев здесь проблем быть не должно, если, опять же, отыграют очень хорошо и аккуратно. На верхней линии у нас там стоит Бруда, конечно, но тут война с Энтрией, война Милана непосредственно против Гостика, кто кого перехитрит, кто кого передевардит, а Гоге же остается задача просто бить комфортных крипов. Ну, в общем, Гостику здесь нужно поднять Тевел, и потом он уже будет чувствовать себя тоже хорошо. Так, ну и, так как снизу у нас будет на фрифарме встать ТТР, ровно так же, как у него было и в предыдущей катке, то развязываются руки у Кингера. И именно его сейчас мы будем видеть на острие атаки. Именно он сейчас будет контестить руны, стараться, может быть, на кого-то нападать. Леброн, видимо, у него прямо из-под носа руну перехватил. Ну что, есть у Кингера у нас Телепор, так что, если что, он готов в миде сейвить своего сына Кинга. Да, ты правильно отметил, достаточно сложно ему будет стоять против Хускара и Оракла, но Эфон пока держится неплохо, у него 11 крипов, ровно столько же, сколько есть у Хускара. Поэтому можно отметить, что пока он все, в принципе, делает правильно. Шрадо Демон перемещается в мид, а вот ми-пошка пошел на топ. Может попробовать они с брудой что-то сделать Леону, хотя на самом деле пока маловероятно. Ну давай представим, то есть, что может получиться. Может получиться торрент, и паучиха как-то окружат своими паучками этого Леона, будет бодиплок, будут бить с руки. Но все еще там будет, конечно, подкоп, так что я не думаю, что есть прям хорошая возможность Леона этого забрать. Ну если он потратит спелл, допустим, до этого просто разведет его, допустим, тут тот же, та же бруда на какие-то спеллы, и потом уже его грызть. Но пока да, я с тобой согласна, пока это сделать немного сложновато. Тут даже обратный маневр такой может получиться, то что на Леон накинуться, он просто развернется, даст подкоп, подойдет Джиггернаут, раскрутится и просто кого-то убьет. Потому что первого левела Кунг, ну извините, пока это не проблема. Правда уже второго, впрочем. Вот есть торрент, слушайте, а вот сейчас может получиться, давайте посмотрим, или Милан подкопал удачно, ну вот о чем я и говорил, подкоп. И вот дальше что делать? Дальше на крест. А на погребу ли его на крест, и ставится Филингвард. А вот на развороте. А на развороте. А дальше ничего не будет, дальше ничего не будет, просто обхилят Леона. Леону придется либо идти на базу, либо просить... Не, ну хотя у него еще два тангустика имеется, ну да, все нормально. Типа пойдет на базу у нас Леон. Так, Сэн Кинг. Сэн Кинг 14 скрипов у нас имеет, Смита у Хускара 20 на 6. Ну да, есть определенные трудности, есть определенные проблемы, но держится, держится и фэн. А что мы ждем от этого Сэн Кинга? Ну я думаю, что неважно, в общем-то, на какой линии он стоит, мы об этом, об универсальности такого персонажа, как Сэн Кинг уже говорили. На какой позиции ты бы не стоял, от тебя будут ждать, конечно же, Блинк Тайгера как можно скорее, и первых врывов и инициаций. Соответственно, Смита, будучи, например, не суппортом каким-то, да, ты можешь... Или не оффлейнером, ты можешь быстрее получить левел, ты можешь быстрее получать деньги, соответственно, быстрее купить себе Блинк Тайгера, а значит, скорее уже помогать своему коллективу. Так что фэн, ну здесь нужно будет проявить максимум концентрации, максимум микроскилла, и нафармить себе вот этот вот так необходимый Блинк. Ну вот, фэйзы появляются с Джаггернаута, и с появлением этого артефакта, на самом деле, было бы неплохо как-то цепануть ее Брудмаза. Однако, гостик у нас стоит очень аккуратно, цепануть ее сложно, еще вот даже ни разу его не забрали. В принципе, вообще все очень аккуратно стоят, я даже не знаю, на ком теоретически, возможно, в First Blood здесь. Возможно, вот если попробуют цепануть Мирану и посадить ее на крест, вполне вероятно, что ее именно получится собрать, потому что пока... Так, куда? Нет. Пучками старается гостик не фидеть, он крипов вот этих вот рейнджевых съедает, мы видим, что ставит какие-то вот такие сетки по текстурам, бегает. В общем, аккуратно действительно играет. Опыт, как я уже говорил, владение этим персонажем у гостика есть. Ну а где будет First Blood? Вопрос, конечно, хороший. Я все-таки, наверное, сделаю ставку на шаду демона плюс еще кого-то. Вот эта вот связка нюков, она обычно работает хорошо. Там Disruption, например, плюс Torrent Disruption, плюс Покопсен Кинга, тот же условно может помочь, Перекат Морфлинга, этот самый Waveform. Где-то вот можно что-то соорудить. Пока, правда, мы даже каких-то откровенных выходов-то и не видим. То есть, есть просто голые перемещения, которые зачастую обнаруживаются либо самими героями, либо вардами, которые стоят на пути передвижения суппортов. Вот если поражать, например, какой-то смог, то может получиться. Ну пока посмотри, у нас в миде чуть лучше фармит Хускар. Не на много, но все же на 8 крипов впереди, опережается на Кинга. И в это время ББ. Знаешь, мы, короче, чуть-чуть не отгадали. Мы сказали, что Shadow Demon сделает там где-то намирание в его вывод, а так и здесь умирает у нас именно Shadow Demon. Ну он жатин, жатин. Этот вот, этот демон, он просто пошел, он шел на верную смерть, он ты понимал, но вот этот вот соблазн забрать баунти руну в нем преобладал. И в итоге Кингер руну забрал и погибал. Смотри, стрела в миде. И буквально, ну, я даже не знаю, очень немного не хватило для того, чтобы ее забрать, однако все равно хватает демэджа для того, чтобы забрать Сан Кинга. И два фрага один за другим достается команде и элемент погибает один сначала саппорт. Больные, больные от этих стрелы, конечно. Burning Spare вот в третьем уровне прокачки. Просто наваливаешь, там штуки 3-4 накидал, и не каждый персонаж может с этим уроном справиться. В итоге действительно два килограмма сделала элемент. Кингер заходит за спину, это время у нас с фифтейнинга. А вот на комбо, под торрент, неплохо сыграно. Вот что делать с Леброном, который будет сейвить, а? Ну вот Леброн, конечно, даст под хилл какие-то. Prefined Flames хватит ли у демоджа. Да, хватает. Сделали килл, накрест, еще посадили Леброна, будут возвращать его снова под торрент. Хорошо играет Мепошка. Это минус 2 ответные в исполнении импайта. Прям, знаешь, сделали то, что нам психанули, и это еще не совсем минус 2, это минус 3, потому что в это время Гостик на своей короной Брудмазер убивает Леона на топе. Она, конечно, отомстила ему здесь Джаггернаут своего саппорта, но тем не менее, все равно такой соло-фраг, 6-й левел есть у Брудмазера, нам уже о кое-чем говорит. Так, умни слэш также был потрачен, Джаггернаут у нас левел 8, ну и, в принципе, вот у Джаггернаута в этой игре у него, на самом деле, очень хорошее начало. Ну да, по сравнению с предыдущим, таки точно. Мы помним, что Джаггернаут даже тот, который испытывал проблемы на протяжении первых 30 минут, выиграл там один замес, став один умни слэш, так что обращательное внимание на этого героя стоит, я думаю, что им перцам нужно будет, нет-нет, да приходите пытаться каким-то образом убивать. Но пока действительно есть определенные проблемы, Бруда стала чувствовать афривольно, Бруда начала делать фраги, куда начала хорошо оформить, остановить ее очень сложно. Пускайся мы сейчас еще ими пушка подойдет. Ну, Джаггернаута собрать здесь будет нереально практически, но то есть только на халявный таренку это подцепить. Нет, это так не работает. Слишком даже если на самом деле на таренку здесь подцепили, в любом случае у Джаггернаута есть Блэдфюри и он мог спокойно сделать потом топ-аут. Мне кажется, не хватило дамаджа пробить. Да, и что же у нас получается? Получается, что поначалу элемент немного ввели из-за того, что первые два фрага сделали и перцы тут же сравнялись и графики показывают 0. Так, а у Бруды, пучки-то пошли в атаку, Леон очень серьезно подставился. Еще и Торрентом упали, посмотрели, он 5 ЛЛ, пока у него, кстати, у Хускара в миде появляется у нас уже Армлет, очень, достаточно ранний, ну, 1 на 1 счет у него и 46 на 17 Крипстат, 5 ЛЛ пока есть у Оракла, но сейчас что-то интересное явно будет происходить на Тове, потому что Оракл туда перетягивается и, скорее всего, Вапок поставил, все, прошел. А, это все. Еще и Телефорт сделал. Вниз, Вниз, потому что там у Тавора осталось 140 хп и, ну, Марфа, разумеется, здесь убить будет невозможно, атака Товар, знаете. Но пока тоже нельзя, пока не Данайбл Товар. Надо подождать, немного стоять вдвоем, что-то побили, потом уже Данайбл, так просто давать его не хочется, это правда. Так, гостика уже начинает оккупировать уже леса, мы видим, четвертый у него спаун спайтерлингс, четвертый веб, все-таки, соответственно. Трик, смут, поражали у нас Леон вместе с Джеккернаунтом и сейчас вполне вероятно, что у них получится, засыпануть Брундмазер, однако она выбрала очень хорошую позицию и не дотягивается с Таном Леон, еще и Даст просвет, ну и, соответственно, и потратил и Дасты, и просвет, и, простите, и Дасты, и Смоук, и время, ну и, соответственно, Гостик выигрывает очень много времени для своей команды. то же самое, что Мипошка в той карте делал, да, бегал на Рикемару и вот так вот чужие эссентрики использовал, доставлял, Дасты и прочее, прочее, гостик еще при этом и не умирает, он еще при этом и фармит, что самое страшное, чужой лес, и как это становить в груду, конечно, большой вопрос, охотиться за ней, конечно, это дело милое, но зачастую неблагодарное, почему, потому что, ну вот такие моменты могут быть постоянными, вы идете нападать на нее, вы ее пытаетесь окружить и убить, а она просто из вас, из подруг ускользает, поэтому очень-очень непонятно, что же с этим гостиком делать. Но по-прежнему еще 3-3, Фэн тем временем прожал смог, не так уж и много, хочется сейчас вручиться поддержкой одного из своих тиммейтов, что делает СТП, но вард, вард стоит сейчас у элемента, они будут готовы в случае к этой атаке, есть торрент, есть подкоп, ну нет, там за спиной, конечно, будет уоркал, но разворачиваю и ВФ нападает, фодж сент, спив тендинг, на себя подхил, ну и младший шадо от Мирана, они спокойно отходят, ставятся сентри, целых 2 сентри поставили у нас сейчас перцы одновременно, ну и что теперь, так, Мирана все-таки зазнайла свой тавр, будет, конечно же, мич собирать у нас аганим, у него уже есть поинт-бустер, в принципе, ни разу он здесь на харде не умер, вот, кстати, мич достаточно всегда аккуратно играет, покупает вардельон, что вообще по айтемам, по айтемам у нас следующий морфинг, имеется аквила, птшка, перца, ну и, конечно же, будет делать себе он линкен сферу, в это время у брунмазер на 10 минуте появляется, мидас, уже после соло-ринга, также есть трейн-дроп, сапог, ну то есть, в принципе, дольмазер настолько все хорошо, что решил себе гостик, привезти именно этот артефакт, хотя, наверное, в этой игре я его здесь полностью поддержала, и так чувствует себя очень круто, и в лесу бегает, фармит, и убить, в принципе, его пока никак элемент здесь не могут. Но вот пытаются, пытаются раз за разом, конечно, найти ту самую пруду, они примерно предполагают, что вот находится она в их лесах, почему предполагают, что бегают, а спауна крипов, например, нет, где он, понятное дело, бруда скилла, вот забегают раз за разом свой лес, а бруда уже туда и ушла, не получается подловить, таким вот образом, в общем, вынуждая стягиваться элементов там, четвером держаться кучно возле своего тавера, раскрепощаются импайр, они вот распределены по всей карте, они формят, где хотят, нападают, кого хотят, сейчас на гоге атака пошла, торрент, но без шансов, просто даже Блэйдфьюри не проюзать, только потому, что все очень качественно и по таймингу было сделано. И в Санкингапе является Даггер, Даггер 12-12 минуты, вполне неплохо, ну, даже крипов у него, это 59 крипов, мы помним, что у него был достаточно сложный мид, так как стоял он против Хускара вместе с Ораклом, но, соответственно, в принципе, реализовал хорошо и эпицентр, и вот поэтому Даггер у него появился, сейчас получится ли у них забрать Тауэр, я думаю, Спрунмазер с этим проблем не должно быть никаких. Там элементцы уже на Рошана заходят, вот в чем проблема, пытался, конечно, помешать Кингер, да, Кингеры просто тут съели, в секунду, но он дал информацию о том, что чем занимаются там элементы, может быть, империя сюда подоспеют, мипошка, Тарен дал Хускар, да нет, не получится так просто забрать, играет в Арамлет, подхиливает Леброн, Аегис забран, и по итогу благополучно элементы могут отступить. Ну, хорошо воспользовались этим временем. Поддавливали империца в топ-линию, они пришли на Рошпит и забрали Рошана, помочь Кингер. Ну, знаешь, хотя бы Эмпайр и Тавер на топе забрали, хоть какой-никакой плюс, и до этого сделали неплохой фраг на Джаггернауте, сбили ему его, шикарнейший фарм, но можно отметить, что Марфу вообще никто не мешает. У него было уже 14 минут полнейшего фрифарма, еще примерно столько же, и ТТР также будет очень-очень даже синюю. Ой, стрела в Эфэна залетела, как же неприятно. Старшторм. Опять очередная стрела от Митчи, и именно в Эфэна, ты замечаешь? Эфэн ловец, Эфэн ловец, профессиональный воротарь, между прочим. Вот именно, кстати, вот именно с Мираной у него какие-то явно проблемы, потому что сколько раз я замечаю, именно Эфэн ловит стрелы от Мираны. Может, мы как-то на это обращаем внимание, но в любом случае... Но факт остается фактом. Действительно, стрелы стараются Эфэн не пропускать, и вот очень важно в решающий момент, там, на 46-й какой-то минуте, а 47-й эту стрелу не поймать без байбэка, иначе будет совсем печально. Ну и вот сейчас Элеменцы знаю, что их, конечно же, будут бесконечно сплитпушить, все-таки бруда она имеется, никуда она не денется с этой игры. Они принимают довольно интересное решение, собираются вместе и пытаются сами давить, хотя бы поломать одну сторону. Ну, поднимок, тавр какой-то словар, потому что есть Айгис. Но Джагернат ушел на топ. Видео, атака на Кингера. И, конечно же, без шансов. Подкоп шикарный просто. Эфэн также попытаются забрать подхил, Леброн дает фоллс-промис, на свифтейнг играет в Армлетт. Так просто с свифтейнг не забрать. Эфэн горит, конечно. Там всего лишь два стака этих стрел, по итогу он здесь выживет. Ну, и тавр забрали, да, с шатуху демона убили. Неплохо, однако, в это время, в принципе, посмотри, у нас забрали только один тавр на данный момент команда элемент. Сами же они потеряли вообще в итоге два. Вообще, в целом, не на топе забрали тавр и на боте. Как же неудачно, напали-то на этого оракла. Питаника, что забрали, но вразмен на морфлинга. Ну, что ж такое? Морфа не лезет, не морфу. Вообще не стоит драться, приходить вообще ни в каком случае, потому что как раз он на данный момент, в принципе, на него вся идет игра команды Эмпайр. У него до сих пор нет линки сфер, хотя бы линкуда фармил, а потом уже приходил драться. Потому что все равно там не за что было драться, потому что тавр уже забрали команда элемент. у них есть Аегис на Хускаре. И, в принципе, даже какого-то саппорта на свое драгоценное время менять, наверное, не стоит. Гоги получает прокаст, получает подкоп. Гоги спасти здесь даже не отдается. Фолз Промис откатывался все еще в Леброн. А вот я пытаюсь собрать Гостика. Есть... Как же пытаюсь засоевить этот тавр. Ну и что? Глиф, Глиф, тавр. Должен забирать Гостик. Гостик последний тарта тавр забирает. Попрыгивает мы видим FN. Правда, Гостика подловили. Получает он Херст. Дисрапшн. Старшторм уходит никуда. Подкоп по таймингу отличный от Леона в ответы. И, правда, смогли забрать. Сэрбис не удался. Миран залетает дальше. Стрела на ход. Кингерзи смог увернуться. Он не вратарь. Он не поймал эту самую стрелу. Ну и что у нас в итоге? В итоге у нас 300 голды остается Мирани до Ганима. Это первый момент, который хочется ответить. Отметьте, потому что 2-0-3 статистика на данный момент у Мичи. Ни разу он не умирал. Джиггернаут, как и в прошлой игре, собирает себе БФ. Но вот какие-то у него выходы. Лучше бы он собрал это себе БФ. Серьезно, потому что он несколько раз его просто такими смертями отлаживает. Да. Леон есть у него и на данный момент Фингер, который он, конечно же, хочет использовать. До сих пор есть Айгис у Хускара. Ну и следующий Тавор решает забрать команду Элеменс уже на боте. Использовали Фортификай, но, конечно же, здесь Тавор Никакого дефа не было, никаких ТПшек тоже не издалось. Ну а что касается Джиггернаута, абсолютно тот же самый геймплей, что был в первой карте. Вот один в один. Он приходит с командой, пытается драться, его убивают. У него там всаживают огромное количество способностей. Вроде бы здорово керри забрали, но все равно раз за разом китай-то мы появляемся. Все равно мы знаем, какие артефакты он выйдет, и потом мы знаем, насколько грозен будет его вне слэш. Так, стрелать я не на ход. В ФН на этот раз стрелу не поймал, так что сможет идти. Сможет же, ФН! Сможет же, Старшторм, ФН! Сваливать пора, ФН! ФН уходит. Я уж из-за него испугался. Есть онлайн шадоу, но и нижняя линия поддавливает здесь элементы. Так, интересный момент, мипошка там спряталась-то, между прочим, дать можно неплохой прокаст, если потянутся тиммейта. Тот тавер рискует потерять. Мипошка все еще ждет. Ждет, чего же там делать? Хотя пытается себе линзу, так понимаю, собрать. Интересный у него набор артефактов. Ну, на самом деле, линзу на кунке очень многие собирают. Тут все понятно. Особенно, если это саппорт. Айегетс пропадает у Хускара. Следующий Арашан будет через три с половиной минуты. Драголэндс имеется, Доминатор, Армелет, 2.1.2 статистика у нас у Хускара. Ну, и в итоге опять очень равная игра. Как и прошлая игра, в принципе, достаточно рано играли. Две тысячи по опыту Элементс ведут. Я думаю, что, опять же, это совсем немного. Ну, и по золоту примерно там тысяча голды и чуть больше. Ну, и Эмпайр как-то вместе собираются и одна, и другая команда. Ну, там был скан проюзан от Элементс. Они знают, что где-то возле Тир-2 кто-то делал ТП и скорее всего не единичный персонаж, а больше будет. Но, в любом случае, сами они чуть ли не полным составом и они уже могут инициировать. Видно было ими Пошку, Гоги ускоряет за ними. Пошка понимает, что дело плохо пахнет, надо уходить. ТП-Аут прожимает, а и сваливает. В общем, удалось развести. Скооперировали здесь Элементс. В это время Морфинг получает какой-то спейс, нафармился Линку, фармит дальше. Гостик тоже там орудует с нейтральными крипами. В общем-то, свой определенный бонус получили. Ну, все еще, конечно, преимущество ни одной из команд нет. По экспертам 2000 это тоже в целом не цифры. Мы все ждем каких-то вот кровопролитных сражений 5 на 5. Ждем уже какого-то момента, при котором можно сказать, что да, эта команда сейчас сильнее. Но пока, да, пока очень сложно сказать в таком духе. Морфинг у нас пытается сплетить. Элементы вместе собрались и ломают товара. Бродмазер, наверное, также стоит выходить на топе, потому что видит она всех пятерых героев команды Элементс и... Тут пытался сам как раз... Как же Эльфен опасно играет, на самом деле. Да, да, да. Я уже несколько раз замечаю, что вот он еще чуть дальше тоже выпендривался. Я думаю, блин, вот сейчас вот-вот его Леон подкопает, но все же не получается. 11-й левел у Эльфена имеется, собирает он себе Еула, 1-2-4 у него статистика, ну и что теперь? Ну, теперь все просто. Элементс пытается давить в пятеро, в целом у них это неплохо получается, то врата они сносят, сопротивление стороны Эмпайр они не видят. Что же касается Эмпайр, Эмпайр все еще старается дофармить своих коргероев. Это тоже очень важно. Они знают, насколько хорош будет морфинг там в каком-то лейте, да, когда раскачается и будет шестисло топ. Но до этого момента нужно дожить. Морфингу нужно просто предоставить спейс, и он уже потом свое дело сделает. То же самое и Гостик. То есть, пока Хэнд оф Мидас какая-то и что-то еще, то есть, в процессе раскачки находится этот персонаж в том числе тоже. Поэтому элемент стараются идти единым кулаком добить, а Эмпайр пока аккуратненько сплитит и рассредотачивают свои ресурсы по карте. В общем, посмотрим, к чему это все придет, к чему это былица. Ну, во-первых, морфу, конечно, нужен очень, Этериал, он будет в любом случае стараться дофармить сначала этот артефакт, а потом уже участвовать в драках. Ты правильно сказал, про брудмазер. Надо БКБ, БКБ у него вот-вот уже будет, остается только рецепт, на рецептах хватает уже денег. Ну, и Джаггернаут приобрел себе Яшу, БКБ все, есть в бруду БКБ, готовится, забирает Тауэр на смотник, попадает в два, и... ТТР, ТТР, перекачка работает, Кингер еще рядом на подстраховке, на развороте Милана, Дептив Страйк, и залетает цепи Центра МФ, но тут все вопросы сразу же снимаются, минус два, даблкил Байфан. Он реально круто забайтил, в плане того, что впитал в себя кучу демэджа, там уже подошли мипошка вместе с ФН, ну и без шансов, теперь, конечно же, у нас погибает еще и Оракл, триплкил от Санкинга, отлично. Ну, здесь проблема, проблема только в том, что элемент со два кор-героя решили топ снести, между прочим, почти тертитал в России, лигойки Блэдфюрит и Баут уходят, смогут ли забрать Сфифтенника, он, скорее всего, никуда не уйдет. На развороте ВФН ИФН прячется, подкапывает, Торрен по таймингу, Сфифтендинг тоже умирает, минус четыре. Ну, Эймон сейчас зафидили достаточно плотно. Им, как они и делали, им нужно было просто держаться в пятером, однако, попытались убить Марфа, не получилось, ну и итог, вы сами видите, очень хорошее преимущество они подарили сейчас команде Эмпайр. Гем приобретает у нас Шадоу Демон, рассчитываю, то они, в принципе, сейчас поломают ворды, но поаккуратнее надо с гемом, потому что у самих в команде Брудмазера есть. Ну, там проблема в том, что у Мирана в замесах и за этот Млайт Шадоу ни черта никого не видно, эту просветку даешь, и все от тебя убегают, как-то вот хочется, чтобы был гем, хочется, чтобы вот видно было все цели, которые там к тебе подходят либо уходят и так далее, ну и, в общем, таким образом законтрить ту саму Мирану. Ну и в том числе, действительно верно, то есть, лишить Вижен оппонент тоже было бы важным решением, в том числе, зная, что, например, Рошан тоже тут как тут, стоит на Рошпите и ждет того, кто придет. Пока находится рядом элемент, интересно импарат реагирует ли на этот момент. У нас такая издавать не хочется. Неплохо было бы, если бы они подрались за этот Аегис, потому что, если Кускар сейчас его возьмет, вполне вероятно, что они просто пойдут ломать потопу. Они должны понимать, что есть какие-то тайминги, тайминг Морфа, когда он большее время уделяет фарму и потом он уже начнет, не знаю, с минуты 30 раздавать гораздо серьезнее, чем тот же Кускар. Кстати, я немножко ошиблась, когда я посчитала, что Морфа будет собирать у нас Терел Блейд и увидим, что появилась Блейд в Файлакрите, что говорит нам и прилетела Яша, что он будет себе делать Мата Стайл. Да, тоже есть такой вариант раскачивать через такие артефакты, которые дают статы, то есть будет уже непосредственно урон с руки наносить Морфинг, трудноубиваемый и быстроперемещаемый вот такой персонаж. Да, в итоге, конечно, Рошана Элеменцы забрали, это говорит о том, что Эмпайр просто провтыкали этот момент, никаких телодвижений в сторону Рошана не было, Вижена не было, неаккуратно подпушивали топ и ждали, что придут дефить Элеменцы. Они, конечно, не пошли. ДТР, сбили линку, успел дать вайформу, тут же ушел на репликейт, поймать его здесь не удалось, остается здесь только Мипошка, который спрятался в кустах и найти его будет сложно. Ну, телепорт у него имеется, так что стрела была от Мираны. Слушай, они кликают, да, они кликают, да, они знают, что там находится Мипошка, они знают, они реально знают, они пришли туда и дали рассказ. Обидно. Да, бывает. Обидно Мипошка. Ну, тут скорее, притом, хочется отметить, что это первая смерть для Кунки, то есть, пока Саппорт Упайр только вот сейчас первый раз за 25 минут игры умер. Опять же, молодец. Ну, если на Рике он чаще умирал, это понятно, потому что герой такой, который вначале бегает и его все пытаются загнобить, много ему также внимания уделяют. То есть, вот на Кунки он играет очень аккуратно. Да, но все еще у элементов остается Аегис, это значит, что команда будет играть первым номером, команда будет идти вперед, уже мич пошел действительно вперед, дал стрелу, не попал, но дал Вижн. Кингер вынужден делать тапаут. Надо также отступать с Инкингу, ФН! ФН, как же опасно ты играешь ФН! ФН выкапывается, ну и пытается смотаться, ФН вводит просто за собой всех героев. У ФНа гем, у ФНа гем, понимаешь? ФН, ФН, прячься, боже, Саншторм, выкапываться куда-то в пусты, тапаут, стрела, нет, ФН, ну хорош. И гем он просто подарил элементам сейчас гем. Вот это его достаточно агрессивная игра. ФН, в принципе, у него плейстайл достаточно агрессивный и несмотря на ком бы он не играл, он... Агрессивный и ненадежный, я бы добавил. Ну вот ненадежно он сыграл. Понимаешь, всю игру его не могли споймать, вот он все, там выкапывался, блинкаут и так далее, но здесь вот как раз споймали. Притом споймали только вот буквально минуту назад я сказала про этот гем, как сейчас подарили гему самих, как я уже говорила, бруда, теперь надо по руке вычить более аккуратный. Ну причем, ладно, если бы он не отдал гем, можно сказать, что этот фраг ничего не стоит. Почему? Потому что все-таки Сэн Кинг увел прицел вплоть до базы противника, то есть пуш как такового не было. Вот, но то, что отдал гем, конечно, это ставит минус к его решению, к его действию. Так, свифтендик, получает очень много демеджа, тут же пошел подхил от Оракла, пассивка работает, а Егис все еще имеется, не забываем. Так, и вот перетягивает центровлаг вниз и Мирана, значит, все-таки будет пуш, но Сэн Кинг уже появился. Уверен в своих силах элемент, знают, что с Аегисом они чувствуют себя чуть получше. Но для Гернаута есть дабл демедж. Стрела залетает точно в Кингера, на крест посадили, мяч раскаст Кингера, большие проблемы могут быть, да, залетели, его быстро разобрали, пошел эпицентр, свифтендик, пол спромис, отлично, свифтендик пока будет жить и на развороте нереально вяческая сторона пытается дать Леброну съедать и ренем костик под БКБ, пошел дальше, теперь пробивать мяча, Хускар все-таки отдал свой Егис, размин один в один. Но его все равно бы через минуту Егис пропал, самое главное, что стоит сторона у Эмпайр, и теперь Хускар, конечно, без шансов здесь должен отъезжать, прыгает Мирана, ну... Ну, слушай, Сэн Кинг-то выжил, красавчик, Еул, плюс блинкаут, как раз таки ушел от лайфбрека, от свифтендик на ДТР, вейформу уходит, мяпошка подставляется под дизейблый, мяпошку все-таки смогли забрать. У него такой выживаемости нет на мяча, для времени адептив страйк, Хекс отличный в гостика, но и тут же Сэн Кинг подкапывает, очень хорошо сыграл, минус мяч, свифтендик, нужно пытаться свалить, я не думаю, что имперцы позволят уйти здесь этому Хускару, да, он просто принимает на себя весь урон, все, внимание, позволяя уйти Милану. Ну и Милан, гем должен сохранить, сейчас нужно убегать. Блинк, ускоряется Сэн Кинг, у него есть Юл, незабываемый у него хороший мувспид, плюс, конечно, куча способностей. Очень хочет забрать обратно FN гем, я чувствую просто. Еще регенерацию ли он забрал, ты посмотри, какой жадина. Ааа, блин гем! Подкопать, да ладно, Милан классно переиграл в этом моменте, ушел просто, это очередной блинк, неужели пойдет до конца FN? Нет, не пошел. Каут, именно я про базу. Но в итоге, на самом-то деле, я бы могла сказать, что Empire отбили свою базу, и это самое главное, а уже появилась Манта Стайл у Морфа, и 2.1.6 у него статистика, соответственно, очень скоро, очень-очень скоро, Морф начнет раздавать. Это пошла вот эта стратегия иллюзии от Шадоу Демона, начинает он пушить ими лайн. Что у нас вообще у Бруды? у Бруды у нас, Бруда будет делать у нас Кирасу. Что, в принципе, тоже очень круто. Ну, как будет делать? Гостика, так и раз уже имеется. Да, он собрал себе ее, БКБ мы уже видели тоже в действии. Опять же, рискует очень серьезно сейчас Коргерой Empire то, что покупает себе артефакты, не оставляя денег на байбэк. Ну, это, видимо, говорит нам о том, что Empire... Слушай, в прошлый раз, когда ты так сказал, FN славил стрелу в миде, они не читали. Ну, это и ТСН был, да, это не Гостик. Так что, аккуратнее. Гостик будет надежно играть. Я к тому введу, что вот все-таки позволяют себе вот такие несколько фривольности игроки, они, ну, рискуют. Ну, может быть, есть оправдательный момент в том плане, что не оставляя деньги сильно байбэк, они не будут просто опросто драться. Они будут игнорировать всевозможные замесы. Но это не исключает то момента, что элементы могут и гадкать, могут перемещаться. Сейчас элементы собираются пойти по топу, и дело в том, что на топе у товара у нас 125 хп, то есть снести этот аур проблем не составит. А вот дальше, что будут делать Эмпайр, главное, если они сейчас этот замес выиграют, то все будет очень хорошо, потому что потом появится Рошан, Рошан будет третий с сыром и так далее. Пойдут ли элементы, или сами будут ждать Рошана? Под пушину у них, в принципе, мид. Нет, перетягиваются, делая телепорт Мирана в мид. У Мирана у нас есть гем. Судя по тому, что у нее появился ультимейт Орб и Эмпирана через Даггер, очень вероятно, что это не будет какая-то Скадзи, это будет как раз какой-то, возможно, даже Линкин Сфера. Линкин Сфера, думаю, да. Более чем стандартное решение накидывать на своего кора, который будет идти и бить табором вперед, например, того же Хвускара или Нидж Гернаут. Вряд ли. Начнет экспериментировать с Мираном своим айтембилдом. В чем вопрос сейчас? Вопрос в том, что ни одна из команд не уверена, отпушивают линии, линии отпушиваются на максимальную дистанцию от своей базы, подальше, безусловно, и обе команды будут ждать. Чуть ближе к расположению самого Рошана находится сейчас Элеменса, они захватили эту точку, они, вот, видим, Девардит, всевозможные, всевозможные Вижену имперцев, отпушивают нижнюю линию как раз таки, но Эмпайер напротив отпушивают топ, заставляясь, что вернуться Элеменса. Рошана все еще нет и мы все его тут будем ожидать. Ну, третий Рошан, еще раз отмечу, что с Сэром, и его очень важно забрать командам. Ну, теперь на топе у нас пробивает неплохо Морф Мирану, и Мирана прожимает у нас Moonlight Shadow, дальше надо попробовать как-то что-то сделать с Морфом, ну, что-то с ним сделаешь, он просто уходит на Репликейт, и вот, перетянул сюда еще и Джаггернаута. Вот Джаггернаута, кстати, Саша Яша достаточно, ну, не то, что нестандартная, нет, я вот уже привык к какой-то Монта Стайл даже видеть, даже, возможно, Баша, может, даже БКБ здесь бы понадобилось, но около через Саша Яшу пошел у нас Джаггер, а, смотри, принял Соби сейчас, БКБ будет, каких-то активных действий, максимально отпушивают линии, формят себе какие-то артефакты, формят себе байбеки, и иллюзиями пытаются, вот, видимо, дать фижн на Рошад. Рошад появился, Тас и Регис в нем, есть информация у одной команды, посмотрим, сейчас имперцы должны, в принципе, тоже будут прочекать, например, одного паука, можно отправить туда, в Рошпит. Есть ликинсфера, готовая уже. Ну что, ждем этого самого опасного момента. И вот сейчас имперцы действуют правильно, они максимально долгое время подпушивают топ. Используя супермобильность морфинга, этим действительно можно заниматься, потому что морфинг, он, казалось бы, вот здесь, наверху, но есть репликат, и он уже находится возле Рошпита. Поэтому сейчас так давить, давить, привлекает себе максимальное количество внимания, и потом уже передвигаться на Рошпит. Да, паучок здесь, есть информация у имперцев. Давайте посмотрим, кто же кого перехитрит. Он, на мой взгляд, рановато ушел ТТР, сейчас он покинул верхнюю линию. Есть возможность отпушить, и вовремя подойти сюда полным составом элементам. Ну да ладно. Ну вот сейчас самое интересное будет у нас как раз на Рошпите. Так, я... Вообще, в принципе, кстати, мы можем отметить, что с Линкенка у нас появился Лотус Орб Мирана, Слинкенсфера и Леон Даггер, 1000 голды сверху, Хускар. Вот у Хускара 3800 золота в кармане. Скорее всего, ну, возможно, он приобретет себе у кого-то боковая. Ой-то, Боже, Милан залетел тут же под баш, подставился и просто погиб. Как же неудачно. Рошан его просто убил. Хускар залетает дальше. Так это посадили. Пошел он мне слэш. Он мне слэш по морфингу. По всем пролетел. Дальше пошло Блэд Фьюри. Ну и госшип залетает. Разбегается пока Эмпа. Нужно немножко подхиляться. Большие проблемы сейчас у нас у Кингера. Что-то демон уже погиб. Один в один размен. Есть эпицентр. Залетает неплохо. Убили еще одного саппорта. Куки пытаются просто нести свои ноги. В то время как погибает Кунка. 2 в 2. Остались кор героев живых. Нападение пошло на Гостика. Гостика уже нет БКБ. Гостика нужно сматываться. Пытается прятаться в своей сетке. Старшторм взлетает не очень хороший. Тут же лайфбрэ. Гостик ты пау делает. Может ли он выжить на своем фонтане? Гостик будет здесь жить. Повезло. Он выживает. Выживает. Добивает Рошана. Они это понимают. И начинает Хускар. В него вместе с Жигерном. А там лугаризация стоит. Да. А в это время Санкингунок находится в миде. Уже нет эпицентра. 2400 сверху есть у ФН. В этот раз у него будет байбэк. Если что-то пойдет не так. Ну и... И... Теперь с Аегисом. Аегис, да. И сыр также. Все это у элементов сейчас. И намного сложнее будет проводить файты 5 на 5. Ребятам из Эмпайр. Натопьте время ТТР. Подставляться нельзя. Стрела неплохая. Высасывают еще и Эмпэ. Ну, морфинг слишком жирный. И статов много. И Эмпэр. И Эмпэр. Пул хороший. То есть так просто не высыпать. Так просто не забрать. Еще 5200 тени комедийца. Как бы там ни было, действительно нет ни этого факта, что элемент должен действовать первым номером. Сейчас имея сыроеги в своем инвентаре должны поддавливать. Должны каким-то образом отпушить все возможные линии, которые сплетят и файр. Харт прибил в себе сатаник. Он и так очень плотный. Но еще с Мепошка может повстрять. Ездили в принципе форсстав. Однако. Однако 45 секунд без Мепошки. Совсем ненужная смерть. Но смотри, крипов не будет отпускать бруда. Бруда. Бруда, бруда сейчас будет делать грязь. Бакаба появляется у Джаггернауса. Стоп, стоп, стоп. Это курьер погиб. Это курьер, в котором был артефакт морфинга. Это скорее всего было даже с Кадди. У меня не забиндит, к сожалению, курьер. Это переставит настройки. Ты можешь посмотреть, что там было? У меня тоже самое. Блин. Ну, скорее всего это был с Кадди. Самый главный факт того, что морфин купил себе артефакт и остался в итоге без него. Элеменс. Они сейчас будут просто идти вперед. Заходит мич, проказ, старштормы. Кулки все еще нет. Залетает стрела, которая залетает точно в гостика. Игнорирует пока этот момент элеменс. Они сконцентрировались на убийстве бараков, который как раз таки снесли один. Милишный остался. Пробивает Хускар. Залетает ФН. Подкоп неудачный. Старштормы подкопы. Фингер. А мне слэш. Залетает по одному. И дальше перекидывает скоки на гостика. Бэдфьюри. Гостик нужно проживать БКБ на развороте ультимейт. И будет отжираться от Гоки. Моменсует он его. Залетает сфифт эндинг. Тут же пошел дисрапшн. Отличный. Бэдбэд потратил санкинг. А Джаггернаут уже в таверне. Ну, надо добивать здесь Хускара. Однако у Хускара в любом случае еще есть Аегис. И под сейф от Оракла будет лежать Хускар. Да, конечно. Посмотри, практически фуллов восстановился. И свою самую главную цель, конечно же, элемент выполнили. Вернули Оракла. Замец продолжает. Подкопа санкинга. Леон. Ну, Леона просто сгрызает здесь. Надо убивать. Надо убивать свист эндинг. Он остался один. Надо убивать. Но на развороте убивает одного. Поднимает на торрент. Подкопали. Свист эндинг. Да. Аегис потерял. Там еще не забывай Митч. Он, конечно, может ворваться. Но кроме стрелы, что же он еще даст? Залетает стрела в иллюзию. Там пытается ФН размять. Ныряет один свист эндинг. Получает крест. Торрент. Держит его на месте. Еще и баш срабатывает. А свист эндинг здесь все-таки осилили. Ну, а вот ФН не факт, что выживет. Митч, конечно, немного побил. Куча возможностей для эскейпа у ФН. А ФН только убегает. Ну, и Митч тоже должен спасаться. Да. А, ну, ты действительно правильно подметил, что самую важную свою задачу выполнили элементы при этом заходе. Они снесли сторону. Более того, на топе еще 3. Они снесли сторону. И на топе, да. Именно потеряли тавр сейчас. У Морфа, конечно, просто куча денег. И еще в Курере у него в любом случае... Я тоже не знаю. Ну, получается Скадева, да? Получается Скадия. Ну, ладно. В любом случае, через 48 секунд мы это уже узнаем. Джаггернаут в замесе. Хочется отметить такой ловкий момент. Не поражал сыр. И, соответственно, сейчас сыр до сих пор есть у команды Элементс. Торру нас забрали. Какие-то деньги в любом случае получили. Аумираны 6 тысяч золота. Просто Этериал сейчас приобретет себе. И это будет еще больше урона от Мича в этой игре. Да, магический прокат, конечно, серьезен. С упортом просто не позавидуешь. Потому что зальтиткает шальная стрела. Три звездочки с неба упадут тебе на лицо. Все это подозерило. Склеишь свои ласты, не выживешь. То же самое, например, что демон здесь вряд ли сможет пережить. У него хоть 1200 хп, имеется клоак. Но все равно урона будет слишком много. Тогда на самом деле даже Кунка вряд ли сможет пережить. Потому что тут слишком много урона. Ой, Эфен, 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 Эфен. Ну куда ж так рискуешь, Эфен? Ну куда ж ты опять зашел, Эфен еще? Я с байбэк, он потратил байбэк. У меня дозавю. Вот это вот Эфен идет. Тридцать девятая, сороковая минута, он не с байбэк убирает. Слушайте, что-то что... Это проклятие какое-то. Что-то пошло не так. И как мы уже только что обещали, Санкинг делал байбэк в предыдущем файте. Ну то есть сейчас Морф просто забивает... Ему просто надо забивать на всю свою команду и идти сносить пытаться мид. Однако здесь находится Хускар, у которого есть травла. То есть он в принципе не должен дать спушить. Хотя сейчас делает Шадоу Демон иллюзии Морфа. Он там в кулдауне. Тауэр Морфинг ломает. Прыгает в Морф... Морф... Морф, Морф, Морф. Нет, они сейчас просто отойдут. Надо перетягиваться на базу, дейфить надо. Там, конечно, госшип залетает сейчас в Гоги. Цепляется и Гостик в Гоги. Гоги тоже БКБ у меня, слэш на разворот. Чё-то как-то мало дэмэдж по Гостику. У Гостик всё-таки Кирас есть там. Цепотеление физурона довольно серьёзное. Леон, теории, не приговорил, что тут Демона. Залетает уже пришедший сюда Хускар в ТТР. А ТТР должен сматываться. Сматывает. Стоит ему форстаф, спасает. Так, ну и бараки всё ещё стоят на верхней линии. И Тим Эмпайр заходит на них свифт-эндинг. Также рядом Джиггерн Аут. Через Бэдфильм можно комфортно забрать. Стар Шторм очень быстро расправляется с крипами. Поэтому есть вариант просто бить барак. Разбирается с людьми пока свифт-эндинг. Отпушивать им перцем пока нечем. У них всего лишь три героя осталось. Ну и две крайние стороны они потеряли. Остался только центральный коридор. Которому уже подумают. Там просто еще Тавр стоит. Вернут у нас Кускара. Однако он находится под Млайд Шадов. Ставится Сентри. В него грызается бруда. И пара ударов. Играет Армлетом. Ну и без шансов. Хотя Кускара на самом деле. Сатаник не в кулдауне. Я честно подумала, что он попытается даже... Да не мог развернуться. Не мог развернуться, потому что его надежали на дистанцию. С большой дистанцией били под Скати. То есть замедление жесткое. Не подойти никому не будет. Ну и в любом случае опять теряют вторую сторону команда Эмпайр. 23 на 20 счет. 40-ая минута. Не знаю. Есть ли тут шансы? Затащите Марфа. У Марфа вообще все просто очень хорошо. Потому что у него есть Скади. У него 4600 золота. И в принципе такие, знаете, Марфы такие могут и выиграть. Если, конечно, такие ФНы не будут стрелы ловить. Опять вот, просто даже... Это даже не камешек в огород, это просто булыжник сейчас залетел. Я говорю, ребята, на самом деле это видовато я. Это не ФН. Это просто потому, что я сказала, что ФН хорош. Нет, ну ФН, безусловно, хорош. Но вот что-то у него как-то... Загуливания периодически случаются. Так бывает. Это наглость. Это иногда чересчур нагло играет некоторые игроки. Ну, например, Годи сейчас тоже далеко зашел. Но тут есть сейв. У него в любом случае есть байбэк, есть сыр, есть 4500 золота. Ну и... Там Морфлинг сплитпул шел довольно жестко в верхнюю линию. Вынуждены бы прожимать глиф, отгонять его иллюзии. С самого Морфлинга тоже. Ну, отчаянные имперцы идут вперед. Это такой своеобразный улын у них получается. Потому что нет ни сыра, ни аегиса. Но держаться на своей базе не хочется. Получил проказ сейчас Кенгер. Спрятался здесь с вашим, чтобы дополнительные стрелы не залетели. Стрела залетает шальная, но не попадает. Не попадает. Иду дальше элемент. ФН. Очень интересная позиция. Может дать хороший, в принципе, эпицентр. Там у меня слэш по ми-пошке, ми-пошка просто отъехала. Сейба никакого не было. Кенгера подловили так же. Кенгер ничего не успеет сделать. Это уже минус 2. Проюзан был эпицентр. И эпицентр был просто в молоко. Двух саппортов нет у команды Эмпайр. Угрызается брудмазер у нас в Ускара. Ну, Костик, куда же ты пошел? Даблкил от Ускара. Однако Морфинг на развороте начинает наяривать. Но что же ты сделаешь? Один-одинешенек погибает еще и ФН. Живых остается только Морф. На развороте пытает драться. 10 секунд, кстати, нам показывает Дорошана. Попадает стрела в Морфа. Начинает его избивать. Джаггернаут сбивает его в элитки сферу. Прожимает он БКБ. И... Есть твоя форма еще. Есть еще в эформе. Можно жить. Самое главное, он выигрывает время. Он не дает сейчас элементам идти и пушить. Они за, они пошли Тир-2 пробивать на Морфинг. На самом деле, все равно. Они сейчас просто тратят время. Даже если они его заберут. Но он должен убивать. Но они далеко находятся от Тир-2 сейчас. Центральные линии не поломают. Ну ладно. На самом деле, 80 секунд без Морфа. Ну, конечно же, есть у него байбэк. Который нужно делать как можно быстрее. Чтобы пошел кулдаун. Так и делает, в принципе, ТТР. Готовится дефить свою последнюю сторону. 30 секунд до появления Санкинга. Ну, и Оракл уже появился. Появился Оракл. Надо как можно быстрее передвигаться к своей команде. Рошан появился. Рошан еще с сыром. Кстати, Джаггернаут в прошлом драке. Сыр у нас прожимает. 5-700 на руках у нас у Джаггернаута. Ну, а нет, он не прожал сыр. Он отдал его Пускару. Да, сыр все еще имеется. Тир-2 забрали. Глиф имеется у ребят из Эмпайр. Сейчас через 10 секунд появится. Два героя. Может быть, пятером дать нормальный. Настоящий бой. Вот он, Глиф. Вот он, Голлс Шип. Под крест. Под торрент на митч. И митч просто делает лип и уходит. В это время Свифтендинг нарезает Тир-3. Тир-3 он бьет. Тир-3 он бьет, а его никто не бьет. Это проблема. Свифтендинг продолжает бить Тир-3 тавер. Тир-3 тавер в итоге погиб. Теперь осталась очередь за бараками. Два барака разделяют сейчас элемент от получения мег-крипов. Там Тир-3 погиб. Кинга, опять-таки, с раскатанным митча. ТТР пошел в бой. На разорте лайвбреку. Омни-слэш залетает. Волшебный Омни-слэш. Синькинга очень быстро разобрали. Гостик Тир-3 съел Оракла. Дальше на Свифтендинг. Оракла вместе с Гостиком пытается разобрать. Свифтендинг таки падает. Но потерян барак. Потерян барак. Последний барак остался. Митч добивает Тир-3 укунку. Вновь с прокаста. Байбэк делает Леон. Попытка атаковать митча. В Дептивстрайк хорошо баш расрабатывает. Митч на себя дает из Эрил Бейд. Неплохо сыгран. ТП-аут юзает и будет выжить. Да, он выживает здесь. В то время Гокки просто забрал последний барак. Пытался сделать ТП-аут через Бейдфьюрик. Опять-таки, баш сработал. Его, конечно, забрали. Но задачу свою выполнили. Элемент спро-гейминг. Они снесли все три стороны. Это мега-крепы. Мега-крепы, как в прошлой игре. Прям дежавю. 28 на 28 счет у нас на данный момент. Ну, опять, вроде бы, они шли достаточно близко к друг другу, скажем так. Обе команды, да, целую игру. Притом, мы и фармили Джиггернаут хорошо. И был полнейший в префарму Морфлинга. Да, у Морфаи до сих пор, в принципе, все достаточно неплохо. Но стоит все-таки отметить, что... Эмпайр играет не, скажем так, своим ростером. Еще раз отмечу, потому что ростера, в принципе, у него нет. И Леу... Это было больно. Это было больно. Это что-то прям как-то очень сильно больно было. Это был Морфинг, если что, дорогие друзья. Он просто умер. Это была не иллюзия. Это был настоящий Морф. Ну, и, опять же, Мич на своей Миране делает очень-очень много, я считаю, у команды Элементс. На самом деле, задрочил он этого перса. И стрелы хорошие, и дэмэджи. Я уверена, если мы посмотрим потом статистику, там от Мирана дэмэджа было просто супер много. Хускар приобретает себе Кирасу. Морф без Байбека и последний файт вгрузает, кстати, именно... Слушай, Мича можно забрать, да, меч. Вот только я похвалила кого-то, ну что же такое, а? Да есть Байбек, он может свернуться, у меня там этагоны, все, что нужно имеется. Но, правда, опять без Джиггернаута не хочется. Хотя и у того тоже из травла. Да, Байбек и Джиггернаута через 3 секунды так же потянется. Они будут идти в пятером, заканчивать эту игру. В то время как только 3 персонажа на данный момент есть у Эмпайр на дефе. Совсем скоро появится Кинггерр, буквально через 8 секунд. Но вот морфинга действительно не будет еще очень долго. Скорее всего, в этой игре он уже не появится. Если бы дэмэдж был от морфа, уже нет никаких шансов. Так, раскаст очередной! Да ладно, Кунка Форстав жив. Лишнюю звезду не поймал. Но тир-4 тавра уже потеряли Эмпайр. Свифт Эдник теперь уже фокусируется на убийстве второго тир-4 тавра. Готовится. Раскастовывает НП-центр, вырывается. Достаточно неплохой, однако дэмэдж уже никто не вносит. Ну и, соответственно, здесь уже просто... Нет, кстати, Леона удалось забрать. Торрент. Ну, Байбек, кажется, у нас Кунка. Он мне слэш по Эфену. Эфен его вловил. Да, ГГВП в 2-0 элемент сопротив выигрывает эту встречу. Ну, в общем, как подмечалось на протяжении двух этих карт, играли довольно равно оба коллектива. Имели одинаковые шансы, там, вплоть до 30-й минуты все показывало равенство. То есть графики были одни и те же. Корр-герои оформили хорошо. Ну, где-то в перемещениях, где-то в драках 5 на 5, чуть похуже выступали Эмпайр. Все же элементы сопротив выглядели чуть-чуть красивее. Так что, дорогие зрители, не ругайте. Все-таки помните, что это не фулл состав Эмпайр. Я уверена, что как только они доберут своих ребят, тут, во-первых, гостик на данном моменте на тест-периоде, замена на миде играл Эфен. И опять только первые игры ТТР, которого сейчас тестят в качестве кэри команды Эмпайр. Поэтому не делайте поспешных выводов, а лучше поддержите команду. Я думаю, что им будет приятно. Все-таки надо быть добрее. Именно так. А чтобы быть еще добрее и умнее, не забывайте, дорогие друзья, что вы можете пройти курс по подготовке к ЕГЭ, который доступен на сайте академия.рф. Там сейчас очень хорошие скидки. 5500 годовое обучение. Учитесь.